Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работу и знакомиться с творчеством художников Джеймс Кэмпбелл, ливерпульский последователь прерафаэлитов. Член официальной ливерпульской группы художников, на которую повлиял стиль прерафаэлитов, группой кроме Кэмпбелла входил Уильям Линсней, Уиндус, Даниэль Александр Уильямсон, Джон Ли и Уильям Дэй. Джеймса Кэмпбелла характеризуют как самого диккенсианского из всех прерафаэлитов за пристрастие к сюжетам из романов Чарльза Диккенса. Родился 17 февраля 1828 года в Ливерпуле в семье страхового агента. Я цитирую переводную Викпедию. Вначале учился в Ливерпульской академии искусств, где впервые увидел картины прерафаэлитов на их большой выезд. В конце 1851 переехал учиться в Королевскую академию в Лондоне. С конца 1850-х годов вплоть до середины 1860-х Кэмпбелл находился под заметным влиянием художественной эстетики и идеи прерафаэлитов. Выставлялся в Ливерпульской академии в 1852-1865 годах, став кандидатом в 1854-м и членом академии два года спустя. Экспонировал свои картины в Королевской академии в Лондоне и Шотландской Королевской академии в Эдинбурге. Джеймс Кэмпбелл стремился следовать натуре, воспроизводя мельчайшие детали пейзажа или интерьера. Совершенным в этом роде произведением является картина «Логового дракона» 1854 год. Она выполнена в лучших традициях прерафаэлитского пейзажа. Жанровый художник также был отмечен среди поклонников своим пейзажем. В 1857-м принимал участие в выставке прерафаэлитов на Расселл Плейс в Лондоне. К январю 1863-го окончательно переехал в Лондон, был в Хош-клуб и выставочный зал Хога – место встреч и дискуссий прерафаэлитов, где он познакомился с Фордом Мэддоксом Брауном, Уильямом Холманом Хантом и Джоном Эвереттом Миллисом. С начала 1860-х работы Кэмпбелла стали еще более условными, но больших успехов в столице он так и не добился. Влияние прерафаэлитов на Кэмпбелла было не столь глубоким и всепроникающим. Художника больше всего интересовала их техника живописи и меньше волновали моральные проблемы, которые они предпочитали. В конце концов, их влияние свелось к подражанию живописной манере. Произведение позднего периода творчества Кэмпбелла все чаще оказывалось в рамках бытового жанра. Это нехитрые, но очень подробно прорисованные сценки из жизни ливерпульских ремесленников и людей среднего класса, приводящих на память персонажей романов Чарльза Диккенса. Кэмпбелл женился на вдове с детьми и какое-то время жил в Рейгете, там уже в старости совершенно ослеп и в конце концов вернулся в Ливерпуль. Умер близ Ливерпуля на Рождество 25 декабря 1893 года. Вот так вкратце из переводной википедии о художнике ливерпульских последователей прерафаэлитов Джеймси Кэмпбелла. Пока-пока, до свидания.